Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня поговорим о шашечных читерах, то есть об игроках, которые пользуются подсказками компьютерной программы. Сегодня вам такого кадра нарисовал под ником Дано23. Мы посмотрим 4 его партии. Я буду говорить только факты, а выводы уже, друзья, делайте сами. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этих партий. Читер ли этот игрок или нет. Я лично для себя определился на 100%. То есть у меня сомнений нет, но я свои выводы говорить не буду. Мне хочется узнать ваше мнение, кто что по этому поводу думает. Значит, первая партия. Наш пациент Дано23 играет черными против мастера Ивана Смуркова из Ярославля под ником Аркнет. Аркнет играет белыми. Значит, вот такая леталка. Ф2 летит на С5, черная А7 летит на Ф2. Дебют летающая шашка, жеребевка дебюта. Белые бьют на А7, черных есть два варианта. Естественно, лучше бить на поле А4. Это наиболее сильный план игры. Черные ослабляют правый фланг соперника и атакуют. Иван Смурков играет СД4, черные наваливаются на его фланг. ФЖ5, БЦ3. Здесь следует четкий ход ДЕ5. Это сильнейший размен. Далее, белые играют ЕФ4. Вот здесь черные думают. Значит, первый факт, друзья. Внизу, видите, время? Внизу, значит, время, которое потратили черные на каждый ход. Сверху, время, которое потратили белые на каждый ход. То есть, хочу обратить ваше внимание, над каждым ходом черные думали 3-4-5 секунд. То есть, ни больше, ни меньше, ни 15, ни 20, а именно 3-4-5 секунд. Даже где иногда надо было бить, но тут думать нечего. Они все равно думали 3-4-5 секунд. Вот это первый факт. То есть, тайминг определенный. Люди, по идее, так не думают. Ну ладно, не буду спойлерить, как говорится. Следует размен, естественно. Таким образом, черные ослабили очень сильно правый фланг соперника. АЖ7. Белая играют СД2, черная играют ЖФ6. Максимально наваливаются. И вот здесь Иван Смурков ошибается. АБ2. По идее, вот в этой позиции Прога говорит уже, все ходы проиграны у белых. К ничее ведет только неочевидный ход СБ4. Только этот ход. В чем идея? Черные здесь рано или поздно сыграют ЕД6, чтобы еще более навалиться на правый фланг соперника. И в этот момент белые обязаны меняться в БЦ5. Только этот план игры дает ничью. То есть, если черные сейчас разменяются, они выбьют свою важную опорную шашку в С7. Если же не меняться так, а, допустим, атаковать ФЖ5, тогда белые закрываются и здесь черные победить не могут. Ну, допустим, ЭФ7. АБ2, СБ6. Разменялись. Ну и здесь белые постепенно тоже атакуют правый фланг соперника. Это ничейная позиция. Здесь выигрыша нет. Ни у одной из сторон. Вот это единственный план игры за белых был. Иван Смурков здесь сыграл АБ2. Это малозаметная ошибка, но, тем не менее, этот ход уже проигрывает. Смотрим, как выигрывают черные. Значит, следует блестящий ход ЕД6, ДЕ3. Черные атакуют. Размен. Значит, еще меняются и уже видно, что прорыв неизбежен. Иван Смурков защищается АБ4. Черные меняются вперед. Еще больше ослабляют фланг сопернику. И белые играют ЕФ2. Здесь наш пациент сыграл ФЕ7. В принципе, выигрыш был и после ФЖ3. Но здесь можно ошибиться. То есть, после БА3 и размена вперед. Здесь можно за черных выпустить выигрыш. Допустим, АЖ3. ЦБ6. ЖФ2. И белые прорываются. Видите? Неизбежно. То есть, если побить, допустим, с перебоем, то это уже ничья. Белые успевают занять большую дорогу. И черные победить не могут. Но, если в этой позиции побить, допустим, на Д6, то после постановки дамки, черные сохраняют свои 4 единицы. Проводят эту шашку в дамке. И это позиция выигранная. Здесь ничьей у белых нет. Но наш подопечный в этой позиции играет ФЕ7. Этот ход не выпускает выигрыш. Далее. Иван Смурков меняется. Вот здесь обратите внимание. Тоже интересный момент. То есть, человеку надо бить. И он опять думает 4 секунды. Видите? Ровно 4 секунды. Здесь вот, по идее, ну, по-человечески сразу хочется АЖ3. Он тоже 3 секунды думает. Вот я говорю, в среднем 3, 4, 5 секунд на ход. Далее. ВЦ3, ЖХ2, СД4. Вот здесь следует поистине блестящий ход. ДЦ7. Ну, понятно, что дамку ставить нельзя, так как она ловится. Но здесь вот можно и ЕВ6 сыграть. Компьютер говорит, что выигрывает только ДЦ7. Почему? На ход ЕД2, видите, снова дамку ставить нельзя. Здесь выигрывает блестящая жертва, СБ6. Только такой план игры побеждает. Все остальное ничья. Наш пациент опять думает 5 секунд. И находит вот эту нестандартную жертву. Ставит дамку. Ну, тут уже видно выигрыш. То есть, грозит жертва. ЕД6. Приходится закрываться ДЕ3. Далее следует ЕВ6. Уже грозит такой ход. Поэтому приходится играть СД6. И здесь уже выигрывают два плана игры. Либо GH2, либо Б7. Черные играют Б7. Этот ход тоже выигрывает. Б5. GH2 напали. И вот здесь надо отдавать две шашки. Иван Смурков пытается прорваться в дамки. Но здесь черные красиво побеждают. То есть, черные снова находят блестящую жертву. И возникает знаменитый этюд, по-моему, Ван Эмбдена. Из стоклеточных шашек. Он адаптирован под русские шашки. То есть, черные ставят дамку. Затем ограничивают белую шашку. И возникает этюдный выигрыш под названием распутье. То есть, куда бы белые не поставили дамку, она тут же ловится. И черные побеждают таким образом. Либо таким образом. Ну, здесь Иван Смурков уже сдался. То есть, тут уже бесполезно. Дамка ловится. Ну, друзья, такой партией может гордиться любой чемпион мира, любой чемпион СССР, любой гроссмейстер. Классная партия. Вопросов нет. Теперь смотрим партию этого же персонажа с человеком под ником УФА-2001. Значит, поставьте видео на паузу здесь. И подумайте, как бы вы сыграли за белых. Ну, любой человек, я думаю, тут нашел, что надо играть либо ЖФ4, либо ЖФ4. Потому что шашка Ж3 под боем. Опять не толка. Видите? Х2 летит на С5. Б6 летит на Х2. Жеребевка дебюта летающая шашка. То есть, надо срочно уводить шашку из под боя. И после размена возникает примерно равная позиция. Обратите внимание, что, допустим, ЕФ4 здесь проигрывает. Потому что черные временно жертвуют шашку. Потом отыгрывают ее. И уже сейчас выигрывают неизбежно шашку Д6. Попробуйте теперь угадать, как в этой позиции играет наш персонаж, который до этого демонстрировал гроссмейстерскую игру. Он играет АБ4. Ну и белые остаются без шашки. Ой, я не могу. Но здесь еще для полного счастья АБ4 было СД4 сыграть, чтобы черные провели еще один удар. И на этом партия закончилась. Ну, наш персонаж еще тут... Я просто прокручу уже быстро. Тут уже неинтересно. Он еще сопротивляется. Вот видите, в этой позиции сопротивляется. Ну и вот только в этой позиции он решил сдаться. То есть это говорит о том, что человек, так скажем, проф непригоден полностью. Давно уже пора сдаваться. Он непонятно что ловит. Следующая партия снова демонстрирует гроссмейстерский уровень. Вот в этой позиции, по идее, правильно играть ДС5. Наш персонаж играет белыми. То есть правильный план игры ДС5. После БА3 меняемся вот таким образом. Ну и здесь примерно равная позиция. На АБ6 уже нападаем, ЖХ4. Ну и, допустим, на ЖФ6 меняемся ДС5. Если же черные играют, допустим, ЖХ4 или ЖФ6, тогда играем ДС5 и возникает примерно равная позиция. Вот так играют мастера, гроссмейстеры. Наш персонаж играет БА3. В принципе, так можно играть. Я как-то разбирал этот дебют. Этот ход не проигрывает, но здесь преимущество у черных явное. Явное преимущество. То есть черные здесь уже играют ЖХ4. И у белых ярко выраженная слабость. Шашка Б2 застряла. Далее в партии было ЖФ4, ЖФ6. Белые меняются ДЕ5. Только после этого размена у белых есть шансы на ничью. Черная игра от АБ6, белые БЦ3. Далее АЖ7, ФЖ3. Только после этого размена именно на Ж3 надо строить колоночку. Какие-то есть шансы. Но, по идее, здесь, конечно, не надо было играть БЦ3. То есть в этой позиции, по идее, надо было сразу меняться. Чтобы вот на этот ход играть ЖФ2. И, допустим, там уже когда-нибудь сыграют, допустим, БЦ5. Я ЖХ4. И после нападения у меня будет размен. Допустим, так. Ну, тут, наверное, комбинация даже есть. Да, тут вроде как комбинация есть. Так, так, так. И прорываюсь в дамки. Но, по крайней мере, можно вот так вот разменяться. Тут белые, наверное, не проиграют. Я не знаю. Я уже давненько не играл так. Такой дебют Камикадзе, что называется, за белых. А белые сразу сыграли БЦ3. То есть по-человечески вот этот ход уже непонятный. Колонка уже не работает в случае нападения. Так и было в партии. Черные напали ЕФ6. И уже здесь у белых проблемы. Может быть, как-то надо было еще ЦД4 меняться. Играть сюда, потом меняться. Я не знаю. Но они зачем-то разменялись вот таким образом. По-человечески вот это уже явно ноль. Черные выигрывают шашку. И непонятно, что делать. Остается только сдаться. Но здесь белые находят блестящий план уравнения. ЖХ4. Компьютер показывает, что здесь, несмотря на лишнюю шашку, у черных выигрыша у черных нет. То есть на ХГ5 сильнейший ход следует ХГ3. И вот здесь, по идее, сильнейший план ФЕ7. Я его покажу чуть позже. А черные ошиблись. ЖХ6. Вот это уже неточность. Белые играют ЖХ2. И черные снова делают неточность. ФЕ7. Вот здесь, несмотря на лишнюю шашку, черные даже проигрывают красиво. Можете поставить видео на паузу. И попытаться найти красивую комбинацию за белых. Белые играют ЖХ4. Приходится играть ДЦ5. Тогда нападаем. Надо отходить. И проводим комбинацию. Значит, СБ2 пропускаем в дамки. И затем наносим первый удар. Черные бьют. И наносим второй удар. Именно так и закончилась партия. Красивая комбинация. Все бы ничего, но я думаю, что это все... Не человек нашел. Почему? Объясняю. Смотрите. Вот по идее, мы уже видели вторую партию, как играл наш пациент. То есть, уровень игры, настоящий его уровень, как я считаю, мы увидели. Вот теперь посмотрим, как белые могли в этой позиции защититься. То есть, в этой позиции, по идее, сильнейший ход за черных ФЕ7. Теперь у белых единственный ход ЕД4. И на ход ЖХ6 следует... Вообще сумасшедший ход. Тоже можете поставить видео на паузу. Если вы гроссмейстер или сильный мастер, попытайтесь найти здесь ничью. Можно с ума сойти, по-человечески уже хочется просто сдаться. Но компьютер показывает сумасшедшую ничью. Это позиция непроигранная за белых. ЖФ2. И на ход ЖФ4 следует комбинация. ЦД2. ФГ3. ХГ5. И как ни странно, выигрыша у черных нет. Несмотря на две лишние. Например, ХГ3. Играем на Б6. Не даем поставить дамку. Здесь сильнейший ход ДЕ5. И белые все равно достигают ничьей. Нападают. Черные продолжают давление. На Б6 играют. Единственный ход на Ф6. И вот здесь, рано или поздно, черные поведут шашку. Здесь следует четкая ничья. ЦБ4. Затем нападение. Ну, видите, шашку забирать нельзя. Так как белые снова занимают большую дорогу. Это ничья. Если же черные отходят, тогда снова нападаем. И опять ничья. Выигрыша у черных ни разу на протяжении всей партии не было. Несмотря на огромное преимущество. Вот такой интересный факт. Ну и последняя партия на сегодня тоже. Посмотрите, поприкалывайтесь. Значит, наш пациент играл белыми. Дано 23 играл белыми. ЕФ4. ФГ5. То есть до этого опять тоже продемонстрировал блестящую игру. ДЕ3, БА5. ЦБ4 размен. Черные меняются. Ну, это очень слабый дебют за белых. Тоже какой-то следует несуразный ход ЦБ2. Почему не АБ2? Не понимаю. Просится АБ2. Зачем ЦБ2 играть? Я не понял. И на ход ЦБ6 белые играют ЕД2. Подумайте, куда бы вы сыграли в этой позиции за черных. Я думаю, что тут даже человек, который первый раз видит шашки, если ему объяснить правила, он найдет правильный ход. Здесь, конечно, выигрывает ЦБ4. Ну, и в принципе, белым пора сдаваться. Вот такой уровень игры демонстрирует наш пациент. То выигрывает мастеров с рейтингом по 2100. То, видите, вот у него реальный рейтинг. Дано 23 554. Вот я думаю, что это его реальный рейтинг. Ну, ладно, друзья, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу таких персонажей. Все-таки, как вы считаете, это читер или честный фраер? Я не знаю. Я, конечно, для себя определился, но я не хочу говорить. Хочу прочитать ваши комментарии. До свидания, друзья. И давайте воевать только на шахматной и шашечной досках.